Всем привет! Новый год прошел, новогодние праздники прошли, у нас 2 градуса Погода отличная, настроение отличное, хочется продлить вот это вот новогоднее настроение Поэтому я вас приглашаю вместе со мной погулять по Москве и сделать много красивых фотографий Делать я их буду сразу на три устройства, одно из которых будет iPhone 11 Потому что iPhone у нас считается таким каноном, на который все ориентируются А это из новых iPhone'ов самая доступная новая модель За 54 тысячи ее можно найти, например, у Begica Остальные два смартфона, они уже не настолько актуальны, потому что у нас в России официально не продаются Это Pixel 4 за 46 тысяч рублей и Huawei Mate 30 И обращаю внимание, что стоит он всего 40 тысяч рублей и это не Pro-версия Предугадывая ваши вопросы, почему не Pro-шка, она ведь лучше фоткает Ну да, она действительно лучше фоткает, но это уже не 40 тысяч рублей, а целых 60 И тут уже ценовая категория перескакивает на iPhone 11 Pro В общем, сами все понимаете, моя задача была найти именно доступные более-менее смартфоны При этом, чтобы они были интересными и максимально качественными Так что без лишних разговоров идем гулять и фотографировать эту прекрасную зимнюю Москву Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А пока Наташа из прошлого наслаждается жизнью, гуляет по городу, делает красивые фоточки Наташа из будущего передает ей большой привет с продутой шеей и стреляющим ухом Вот не зря тебе Наташа из прошлого Мама говорила, носи обязательно шарфик и шапку Ладно, не будем о грустном, я надеюсь, что вы находитесь в добром здравии Если так же, как и я, болеетесь, запасайтесь горячим чайком И будем смотреть на результаты Сразу обращаю ваше внимание на ультраширокоугольную камеру Которая есть, между прочим, только в айфоне и в хуавей В пикселе ее не завезли И, кстати, многие, возможно, недоумевали, а почему так? Уже 2020 год, пора бы везде вставлять эту широкоугольную камеру Но я на самом деле смотрю на результаты И я думаю, что да не велика беда на самом деле Потому что как-то меня фотографии ширика не особо радуют Днем еще более-менее снимки четкие Но если посмотреть на них ночью Это просто вырви глаз У хуавея ночной режим хоть как-то спасает положение А у айфона, ну, это просто на самом деле без слез не взглянешь Я знаю, что многие про это говорили Но вот когда ты сам делаешь эту фотографию И смотришь на эти результаты Ну, хочется плакать Так что давайте вместе с вами поплачем И пойдем дальше Перейдем к основным камерам Потому что тут, мне кажется, все вполне ясно и грустно Сейчас смотрю фотографии с основного модуля При дневном освещении Знаете, как-то победителя и лучшую камеру Сходу выявить невозможно Потому что при разных условиях С разных устройств Мне нравятся разные фотографии Больше или меньше Ну, например, фото с граффити Мне вот больше заходит, например, на хуавей Арка вот эта вот и фотография со знаком Мне нравится, как они больше получились на айфоне Или вот, например, вот эти внутренние дворы Кстати, они находятся, что интересно, недалеко от суммы Так что не заходите в центре города во дворы Мне, например, явно нравится вот с пикселя больше, как они выглядят При этом, что интересно, несмотря на то, что какие-то фотки лучше, какие-то хуже Прослеживается в каждой камере своя тенденция Например, айфон вот по красоте просто работает с балансом между свету и тенью Это отлично видно вот на этом фото с театром Идеально проработано и небо, и сам объект снимка Никакие детали не потерялись Отлично выделены колонны Посмотрите, вот в отличие от хуавей или пикселя Они почему-то их увели на темную сторону Силы Вообще, у пикселя в целом есть тенденция вот к этому уходу экспозиции в темные тона За счет чего, кстати, ему не хватает контрастности Немножко хочется видеть вот эти светлые тона больше, чтобы они выделялись Однако, с другой стороны, это и плюс Потому что фотки выходят без пересветов И, например, осветлить памятник на постобработке будет гораздо легче, чем вытащить из-за светов небо на айфоне При этом хочется пиксель еще похвалить за проработку деталей Мне кажется, они получаются четче и лучше, чем у конкурентов Потому что, например, вот здесь Если приблизить, то название магазина прорисовывается очень хорошо И при кропе его видно В отличие, вот, например, от Huawei Он, кстати, наоборот, я имею в виду Huawei Уводит экспозицию не в темные тона, а в светлые При этом нужно отдать должное, что у Huawei действительно очень чистые снимки С минимальным количеством шумов И получается такое очень нежное фото Причем эта нежнятинка, она играет в плюс при объектных снимках Где нужно размыть фон Потому что, на мой взгляд, очень круто Вот Mate 30 себя проявил в этом кадре с деревом Красивое, плавное размытие получилось Несмотря на огромное количество деталей в кадре В общем, с дневным временем суток определились Но нужно не забывать, что мы с вами живем в России А в России полгода у нас темень Идешь на работу, темно Идешь с работы, темно Если видишь что-то красивое, нужно снять это здесь и сейчас Поэтому для камер на смартфонах это очень важный момент Чтобы они хорошо фотографировали ночью Я начну с более освещенных улиц Затем с них уйдем Но, в принципе, будет общая тенденция по качеству фоток видна уже и тут Как можете видеть, айфон захватывает вроде много света Но при этом вот четкости самим снимкам ему не хватает И получается, что он как бы фотографию желтит В сравнении с пикселем и Huawei это особенно заметно Если брать фотки с плохой освещенностью улиц То, на мой взгляд, здесь айфон не справляется от слова совсем Потому что вроде как даже видно, что сфоткано Но я бы вот лично не стала эту фотографию выставлять в инстаграм У пикселя и у Huawei, потому что с этим все гораздо лучше Среди них, если бы я выбирала конкретно в ночном режиме, какие мне фотки нравятся То предпочтение отдала все-таки Mate 30 за работу со светом и проработку деталей Вот на этой фотографии отлично видно Думаю, тут со мной вы согласитесь Очень интересная история получилась с портретами Потому что именно правильный портрет сделал только пиксель Обратите внимание на эти фотки, они сделаны с одного и того же расстояния Но на этих фотках я почти в полный рост, а на пикселе только у меня правильный портрет Вы скажете, ну подойди ты поближе, сфотографируй свой портрет Хорошо, давайте подойдем поближе И вот здесь получается, что у меня лицо как у огурца вытянутое Неправильные пропорции на Huawei и на айфоне И если айфон, допустим, в этом случае хоть как-то можно оправдать Потому что у него нет телеобъектива То у Huawei он заявлен, он есть И я не поняла, может быть он работает только на Zoom Но такое себе Даже если мы берем в расчет качество снимка То посмотрите, как пиксель выделил выбившийся волосок Это же, это просто белиссимо Это 10 из 10, это аплодисменты Поэтому тут все максимально очевидно, на мой взгляд Давайте посмотрим быстренько на селфи Вот мне, опять же, на селфи все равно больше нравится пиксель Даже несмотря на то, что он делает такое лицо матовое Будто с этим можно работать на постобработке С другой стороны, на айфоне тоже отлично все получилось Вот единственное, конечно, Huawei Это как все китайцы, он как-то замыливает лицо странно Мне нужна здесь будет ваша помощь Напишите в комментариях, какая вам понравилась больше всего А пока вы комментарии пишите, давайте посмотрим видео, как снимают эти камеры Снимала видео в Full HD 60 кадров в секунду И сразу сходу могу сказать, что мне очень нравятся цветопередачи именно с айфона С остальных смартфонов не так сильно Хотя вот у пикселя, я смотрю, очень плавная картинка Достигается она, конечно, за счет того, что кропается сам кадр И это будет, наверное, неудобно, если вы в маленьком помещении будете находиться Не все, что вы захотите снять, сразу влезет в кадр Это обидно Но у Huawei, например, не могу сказать, что плохая камера, нет Но есть вот эта вот микротрясочка, которая немножко мешает Так, сейчас предлагаю послушать звук, который пишется на видео Иду, снимаю видео, хочу проверить звук, как он будет звучать В данном случае с пикселя Теперь давайте проверим звук Он идет у нас с Huawei Mate 30 Рядом находится дорога Итак, к выводам На самом деле, я сделала это видео, конечно же, для вас Но оно было очень интересным и для меня в том числе Потому что, несмотря на то, что я хожу с Самсунгом И я знаю, что он отлично фотографирует У меня у самой в голове сидит вот эта вот история с тем, что все-таки канон фотографии Это айфон И большинство фотографий, сделанных в инстаграм красивых, они сделаны с айфона И мне было интересно разрушить для самой себя этот миф о том, что вот айфон Это какой-то культ фотографий То, что у него действительно там самые шикарные камеры И да, я этот культ разрушила в этом видео Потому что в среднем ценовом сегменте можно найти охренительные аппараты Которые будут фотографировать не хуже И я даже сейчас имею в виду не пиксели, хотя он безусловно шикарен Я про Huawei Я вот действительно не ожидала, что он будет лучше айфона вот в ночной съемке точно И можно даже не зацикливаться на конкретной модели Там Huawei Mate 30, Huawei P30 Pro и тому подобное Есть определенная тенденция И очень приятная тенденция Конечно, если бы я выбирала на данный момент для себя камерафон Я определенного взяла пиксель Потому что он шикарен Он отлично фоткает в дневное время суток, в ночное время суток И вообще в целом мне нравятся офигенные его портреты, салфачи И мне прямо хочется его, конечно, себе немножечко загробастать Хотя у нас тут в студии на него уже очередь образовалась Но, возможно, если вы выбираете для себя сейчас камерафон Это будет полезным видео для вас Поэтому, если это так, ставьте лайки Пишите комментарии, если согласны или не согласны с моей позицией Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok